Вот этому малышарику только скажи «зарядка», и она сразу прибегает в зал с кровати. Ку-кутики «зарядка». Зарядка! Продолжение следует... Снежный сегодня денек. Ева не всегда дает надевать перчатки, поэтому я жду, когда она замерзнет и сама скажет «я хочу перчатки», потому что иначе нет смысла. Мы едем на семейный завтрак, даже с бабушкой. Ева, ты рада? Снежка, ты что такая серьезная? Ева, пойдем в елочку, посмотрим. Вон там. Красота? Красота. Красота. Это шарик. Видишь, Ева, как горит все? Это гирлянда. Огоньки. Смотри, вон там тоже огоньки на потолке. Давай сразу довольная стала. Давай угадывать, что мама нарисует. А это кто такое, кто угадает? Ну, ты как. Ой, девчонки. Что же еще? Что? Ты похожа? Смотри, мама. Думай. Ева, а что вот это такое? Банчик. Банчик, знаешь, бантик? Да. Пилуешь. Спасибо, Паша. Ева, танцует с бабушкой. Ева, покушала? Ева, ты готова купаться? Мама, такая прекрасная прическа. У тебя, собственно, тоже. Папа. Папа пошел играть в теннис с бабушкой. А мы будем плавать. Плавать, плавать, плавать. 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 Папа. Бесси. Папа. 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 Мне понравилось больше, как ты сказал, что я собираю, ты себя не можешь собрать, а я снимаю и собираю и меня Ему. Я молодец! Встал? Да. Будем фильм смотреть? Да, наконец-то. Футбол бы вы не смотрели. Потому что ты много работал. Есть фильм какой-нибудь? Нет. Будем опять смотреть Гарри Поттер. Ну ладно, все, мы все увидим. Просто посмотрите на этот размер. Это авокадо, девочки. Это авокадо. Такая у нас овощная корзинка получилась. На самом деле мы так очень редко закупаемся. Тут и в деревне части нам домой. И я вообще хотела показать вот этот этаж. Это почти все фрукты и овощи. Вот в таких пакетах. Точнее, фруктовках. Просто представьте, если бы все это было в полиэтиленовых мешочках, сколько было бы пластика, который просто дома бы мы выкинули. Потому что, ну куда их, да? Все, идем на кассу. Вообще, Ева сейчас хорошо сидит в коляске. За исключением. Слушаем, когда с нами папа. Прям сейчас Ева вообще уже просыпает. Устала. Вот я последний. Вот так обычно сушатся многоразовые диски после стирки. А стираю я их вот в таких штуках. Очень удобно. Ева, отнеси, пожалуйста, папе в кабинет. Папе. В кабинет. На диван. Умница. Аплодисменты. Так. У нас с тобой постиралась. Давай. Еще. Еще. Ева, еще полотенце вон то. Да. Вот умничка. Закрывай дверку. Да. Закрывай, закрывай, закрывай. Вот. Мама поможет? Вот. Вот на эту кнопочку нажимай. Молодец. Я помогу чуть-чуть. Опа. Все. Молодец. Вот сюда, в коробочку. Молодец. Теперь вот эти. Молодец. Вот этот. Зеленый. Настоящая палочка. Как из Гарри Поттера. Мама. Мама. Держи. Загадывай желание. Волшебница. Девочка, это мусорка. Давай, давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. Ой, какая молодец. Ай, умница. Такой мы можем смотреть фильм в преддверии Нового Года. Периодически вы меня спрашиваете, Саша, неужели это ничего вредного в своей жизни не ешь? И вот сейчас мы находимся в Макдональдсе. Дело в том, что это наш Макдональдс. В Викторсенбурге есть один Макдональдс, который называется наш Макдональдс. Определенную атмосферу и романтику придает нашей истории. Я обычно беру маленькую картошку. Денис берет большую картошку. И мы играем в разные игры. И вот сейчас я у девушки на кассе попросила ручку, как раз так, потому что мы с собой не взяли. И такая прикольная история. Она дает ручку, приносит нам заказ и говорит, а можно вы вернете мне ручку с автографом? Так мило. Причем я была в маске, то есть меня узнали по глазам. Так, готовим тофники. Тофники. Тофники готовятся очень быстро. Нам нужен тофу. Самое главное, чтобы тофу был хорошим. Самый лучший тофу, который пока что я для себя открыла, это веган Иваныч. Пачка тофу отправляется к лесбию. Две столовые ложки муки просеянной. Две столовые ложки растительного молока. У меня овсяное. Для сладости добавляем сиропа. И тут по вкусу, на самом деле, можно добавить еще корицы. Вот какая масса получается. Теперь обваляем муке и жарим. У нас есть такая семейная традиция. Из разных стран, где мы бываем, мы приводим домой птичку. Неважно какую, главное птичку. Они вот так вот стоят здесь, на вот этой деревянной дощечке. И напоминают нам о том, где мы уже были. Потому что иногда сложно их вспомнить, а они явное доказательство. И сейчас как раз занимались тем, что подписывали их с обратной стороны. Чтобы, если захотим вспомнить, долго не гадать. Тут самые разные ребята есть. Представители разных классов. Вот это самое, моя любимая. Это из Португалии. Петух. У которого маленькие петушата. Их 4 штуки. Я помню, когда мы их только купили. Это было в нашем свадебном путешествии. Денис сказал, это такой намек на то, что у нас минимум должно быть столько малышей. И еще мы стараемся, конечно, чтобы символизировали эти птички. Как-то то место, откуда мы везем. Например, смотрите, какой грациозный, красивый лебедь. Это Венеция. Единственное исключение мы сделали вот этим уткам. Это Казань. Но у нас все остальные из других именно стран. И только эти уточки из Казани. Потому что именно с Казани мы и начали эту традицию. Сейчас хочу с вами поболтать за вечерним уходом. У меня тут уже целое семейство форо-девайсов собралось. Я хочу сделать маску. Беру Уфо. И вот там вот эти масочки. Ладно, я сделала ночную, питательную. Вот представляете, именно сейчас, когда я захотела с вами поболтать, впервые, наверное, за года за три точно, она разрядилась. Сколько она мне уже прослужила, получается, ни разу даже в путешествиях я не заряжала. Ладно, пока она заряжается, я начну разговор. Хотела я ответить на три вопроса. На три новогодних вопроса, которые чаще всего мне сейчас задают. А именно, как мы будем праздновать Новый год, как и с кем. Второе, что мы будем готовить и что мы будем есть. Потому что многие, когда слышат, что я там не ем мясо. Ладно, мясо там, если еще рыба, молочка, то вообще, наверное, еда закончилась. Новый год наверняка пройдет без еды. Фрукты не будем есть, но нет. И третье, планируется ли, почему-то очень много спрашивают, планируется ли зимовка. Три года подряд мы куда-то ездили в период январь-февраль. Такие самые холода-холода. О, я пока тоник на лицо нанесу. Как и с кем мы будем праздновать Новый год? Наверное, это первый Новый год, который мы будем праздновать не просто семьей, а еще и с друзьями. Решили мы в этом году объединиться. Получается, друзья со стороны Дениса с тех времен, когда он еще жил в Челябинске. Вот, его друг с семьей приедут к нам. Но это пока что у нас планы. У нас с ними, особенно с женой друга, у нас очень похожи взгляды на жизнь, на питание. И мне кажется, нам будет что обсудить, будет что поесть, что приготовить. У нас, в принципе, поместятся все. Не знаю, правда, на сами куранты пойдем мы куда-то на улицу или нет. Я действительно не знаю, как Ева новогоднюю ночь будет спать, потому что ей-то без разницы. Новый год, не Новый год. Как думаете, за пять минут она зарядилась? Ну, хоть немножко, наверное, на одну процедуру-то хватит, да? В том году Еве было семь месяцев на Новый год. И ей, конечно, тоже было без разницы на все это празднование. О, она зарядилась! Я через приложение подключилась. Сейчас сканирую код. Размести активированную маску на устройстве. А у них детки уже постарше, поэтому, наверное, им будет весело и интересно пойти на елку. Мягко скользяю и фоу круговыми движениями по лицу и шее. Равномерно разберемся. Ладно, я потише сделала, то меня не будет слышно. Вот она загорается красненьким и начинает греть мое лицо. Очень приятно. Спасибо. В том году я помню, знаете, я поняла, что такое взросление, когда раньше ты радовался салютом. А тут ты сторожишь сон ребенка и такой, да заткнитесь вы все! Ева, получается, просыпалась, когда очень громко. Вот эти салюты, они же вообще самые громкие в Новый год. Я пыталась там всячески закрыть окна, чтобы она не слышала, что мы будем есть, что мы будем готовить и что мы будем пить, если не пьем алкоголь. На самом деле, с напитькой вообще все очень просто. Мы третий год подряд делаем глинтвейн, очень вкусный, на основе виноградного сока, со специями, с корицей, с гвоздикой варим прямо большой чан, кастрюлю. Это очень вкусно получается. У меня нет такого, что нужно обязательно чокнуться бокалом шампанского. Мне это как-то, ну, фиолетово, честно. Поэтому с этим проблем нет. Многие спрашивают не с точки зрения сарказма, ну, чем вы там будете пить, есть, а самим интересно. Там кто-то отказывается от алкоголя, кто-то хочет Новый год без майонеза, без кучи, без тонны майонеза встретить. Поэтому отвечаю для вас в том числе. По поводу еды. Вообще почти вся еда, которая вот такая типичная новогодняя, она заменяется очень даже легко и безболезненно и незаметно. Например, оливье, которое делается с колбасой, мы сделаем с веганской колбасой. Она вообще ничуть не уступает, она очень вкусная, там пшеничный белок. Почему бы нет? Если тем более хочется, если это традиция. Насчет майонеза для меня, это вообще открытие века. Я нашла обалденный майонез. Вот сюда вставлю на видео, запишу его. Я его заранее купила на основе кешью. Он веганский абсолютно, постный. И такая кожа, вот знаете, мгновенно супер мягкая. Вот я прям проваливаюсь в нее, не знаю, что она делает. Потом всем привычная селедка под шубой. Можно ее сделать тоже веганскую. И сделать слой из листьев вакамы. Это водоросли вакамы. Я сама еще не пробовала, но все впереди. Говорят, что вообще не отличишь от настоящей селедки под шубой. Потом я нашла рецепт а-ля черной икры из семян чиа. Когда туда тоже водоросли добавляются, крошатся, вот эти вот нори. И в Сочи еще, когда мы были, мы нашли для себя радость жизни. Это называется баночка не шпроты. Производитель Веган Иваныч. И вот он, кстати, когда мы были в Сочи, он еще у нас не был представлен на полках в Екатеринбурге. И вот мы приехали из Сочи. Прошел месяц, я стала его везде искать. Думаю, как так-то, почему его нигде нет? В Челябинске он есть, там, не знаю, в Москве, в Сочи есть. И в Екатеринбурге у нас он вот-вот вышел на рынок. Вот прям для нас, для нашего Нового Года. И у него обалденные нишпроты в масле. Это имитация рыбы. Господи, как это вкусно. Я прям представляю, ты берешь кусочек хлеба, намазываешь хумусом. Сверху кладешь листик петрушки. И вот эту вот рыбку, она не называет это, рыбка, нишпроты. То есть там просто тофу в норе. И еще, кстати, на крышечке написано, ни одна рыбка не пострадала. Конечно же, куча фруктов будет. Вообще, я не очень люблю эту традицию, когда ты готовишь миллиард всего и потом ешь последующие 7 дней все, что наготовил. Мы приготовим, наверное, вот просто на присест, да, то есть на поесть. Причем, более того, мы поедим, скорее всего, не в 12 ночи, а в 8, в 7, то есть как обычно мы ужинаем. И ближе уже к Новому Году, то есть к 12 часам. Будем пить, наверное, глинтвей, может быть, фруктиками догоняться. И по поводу путешествий. Сейчас, конечно, период такой, когда ты вообще можешь ничего не загадывать, ничего не планировать. Мы хотим поехать, но не в январе. Январь мы хотим у нас дома поездить по бабушкам, просто отдохнуть. Потому что, если честно, декабрь у меня с этой недели влогов просто вот такой вот, я его не заметила. Он просто у меня пронесся. Спасибо моей маме еще, она очень с Евой помогала, потому что я просто была за монтажом. То есть 24 на 7, монтаж, 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 съемка, съемка, монтаж, монтаж, монтаж. То есть у меня реальной жизни, можно сказать, не было, потому что все, что не происходило интересного, я это снимала. И хочется в январе отстраниться немножко от электроники, просто побыть с семьей. И может быть в феврале мы отправимся в теплые края, но это будет не Таиланд. Туда, где нет сейчас мер карантинных. То есть чтобы ты приехал и там не должен был две недели сидеть на карантине, не выходить из номера. Но важное условие для нас, мы хотим, чтобы там было поменьше людей, побольше природы. То есть даже если там туризм слабо развит, если у вас есть какие-то на примете места, то я очень буду благодарна. Пишите в комментариях. Как всегда, розыгрыш мешочка новогоднего в этом виде не исключение. Чтобы выиграть эту бьюти-радость, нужно подписаться на меня на ютубе, на меня в инстаграме и найти в инстаграме вот этот пост. Написать под ним любой комментарий и все. Ну а мы с вами прощаемся до завтра и завтра уже финальный день недели влогов. Я для вас кое-что интересненькое на последний день приготовила, так что не идти. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok